Мои хорошие, чувство собственного достоинства не только спокойствие может выдавать из сердца, а также может выдавать ощущение сильного счастья в жизни, которое мы испытывали в детстве, допустим. Вы можете вспоминать, как в детстве вы радовались друзьям, людям, природе, да? Это следующая стадия. Сначала человек в правильном образе жизни достигает спокойствия в сердце, ему хорошо, спокойно становится. А потом дальше он достигает уже вот этого глубокого восприятия мира, потому что глубокое восприятие мира, оно тренируется. Понимаете, маленькому ребенку не надо тренироваться, потому что ему Бог дает подарки. Он показывает, что этот мир, который он попал, божественный. Природа божественная означает очень красивая, но мы это не видим, потому что мы неправильно живем. Мы концентрируемся на проблемах, и поэтому теряем себя. Наши силы тают от этого. Надо концентрироваться, учиться на счастье, на глубине, на чистоте. Это и есть верующий человек, тот, кто видит хорошее и старается не видеть плохого. Так надо заставить себя жить. И тогда плохое начинает побеждаться. Не видеть это не значит, что не обращать внимания. То есть мы знаем, что это есть. И просто выбираем другой способ действовать на это. Видите, мы живем в мире, да? Но бывают еще войны, тяжелые болезни. И с точки зрения сути вещей ничего не меняется. Сначала нужно принятие. Потом дальше постепенно спокойствие приходит в сердце. Если вы приняли болезнь свою, допустим, принятие означает то же самое. Добрые люди, природа, Бог. То есть, если, допустим, муж бросил, надо больше акцент делать на Бога и добрых людей. Потому что это социальная проблема. Это проблема твоих взаимоотношений с людьми. Значит, там этой силы людей добрых не хватает. Если, допустим, суд, значит больше молитвы. Не хватает энергии Бога. Если со здоровьем проблемы, тогда не хватает энергии природы. Все вот так примерно. Но идея одна и та же. Попытайтесь понять. Бывают очень тяжелые периоды в жизни. Бывают люди просто умирают. Понимаете? И чаще всего, в 90% случаев, вы можете выжить. Просто вы не знаете, как. Вы можете лечиться в больнице. Это нормально. Там, допустим, антибиотики пить. Делать операцию, если это злокачественная пухоль. Это все нормально. Но вы должны понять, что лечение – это не лечение. Это просто вы, когда антибиотики пьете, вы или убиваете возбудителя, или снимаете воспаление. Вы снимаете воспаление – это значит стоять, молчать всем. Это такое воздействие жесткое, чтобы хаос убрать. Воспаление означает хаос. Организм начал беспокоиться. Итак, вы можете операции делать. Можете там все, что угодно. Но знайте, что ни иглоукалывание, ни травы, ни массаж. Хоть это лечит. Иглоукалывание – это лечение. Трава – это лечение. Массаж – это лечение. Антибиотики – это тоже лечение, но только если ты убиваешь инфекцию. Организм, они не лечат вообще. Гормоны – это тоже не лечение. Это просто замещение. Ну, то есть, лечение настоящее – это когда все восстанавливается. Все остальное – это просто как бы ты затыкаешь дырки. Так вот, знайте, если вы лечитесь, иногда дырки надо затекать, потому что инфекция может убить человека. Нужны антибиотики, это все хорошо. Но если вы хотите вылечиться, то нужна природа. А это означает три вещи всего. Длительное непрерывное движение, неподвижное положение тела и пост на воде, в контакте с природой. Три силы, которые дают человеку здоровье. Все.